Продвижение видео в YouTube это довольно-таки актуальная тема и я также уделяю много этому внимания. Первое видео мы залили в 2017 году, это было 10 июня и в этом видео мы рассказали про правильное наращивание ссылочной массы. С тех пор мы залили много других видео, у нас были промежутки, там полгода, когда мы не снимали практически ни одного видео, потому что были заняты другими проектами, развитием непосредственно нашего сайта. Но сегодня мы уделяем именно видео не меньше внимания, чем развитию нашего собственного сайта. Вот это правильно. По одной простой причине, что видео помогает продавать. Видео, включенное в контент сайта увеличивает продажи на 67%. То есть представьте эту цифру, насколько вы можете увеличить продажи, потому что у вас есть видеоконтент, потому что пользователям надо видеть лица людей, с которыми они сотрудничают и видео увеличивает уровень доверия. Что в принципе сегодня действительно важно, потому что в интернете много обмана, много нечистоплотных компаний и людям необходимо показать это доверие. Если брать YouTube в целом, то там 1 миллиард 600 миллионов активных пользователей. То есть только представьте эту огромную цифру. То есть там обязательно есть ваши покупатели. По данным компании Cisco, в 2021 году видео заберет 80% мирового трафика. То есть только представьте эти цифры. Просто невероятно. Видео сегодня набирает все больше и больше популярности и обгоняет непосредственно классические интернет-сайты. Почему мы снимаем видео? Потому что мы продаем. К нам приходят клиенты, которые говорят, мы видели ваши видео, они нам понравились. Мы видим, что вы специалист, мы хотим с вами сотрудничать. Поэтому мы видео сегодня действительно уделяем довольно-таки много внимания. И в данном видео я хочу вам рассказать, как мы продвигаем наш YouTube канал, как мы снимаем видео, как они ранжируются, какие приносят они нам результаты. И расскажу, почему множество YouTube каналов, я не знаю эту цифру, наверное 99%, которые не могут продвинуться, не имеют подписчиков, не имеют просмотров. Я покажу их основные ошибки. Вы их не найдете в YouTube, потому что мы их видим только тогда, когда они к нам приходят и показывают. Вы знаете, вот мы сняли кучу видео, у нас нет результатов, не можем понять, почему. Через YouTube их найти нельзя. И только если они вам напрямую не кинули ссылку, вы даже не будете знать о их существовании. Ну, кто меня не знает, меня зовут Ультовский Анатолий. Я директор и основатель компании Сёквик. Ну и прежде чем перейти к основному вопросу, у меня вопрос к тебе. Спрашивай! Спрашивай! Какая основная твоя специализация и какое твое образование? К примеру, у меня образование финансовое, также у меня есть незаконченное юридическое образование. Когда-то я пошел учиться в юрокадемию на заочно, потому что тогда мы занимались онлайн-продажами, у нас был интернет-магазин и постоянно необходимо было конфликтовать с разными правоохранительными органами, то полиции, то прокуратура, то таможня, их там было огромное количество, поэтому я на тот момент решил получить дополнительное юридическое образование. Ну, когда я пошел учиться в юрокадемию, все заочники, они практически все заносили, да, то есть у них была цель получить корочку, потому что они дети каких-то прокуроров, судей, и для них был главный документ. Мне же надо были знания, поэтому я не захотел учиться в такой атмосфере и ушел. Сегодня занимаюсь в основном онлайн-продвижением, поэтому это мне практически не надо, и все знания я черпаю с интернета. Очень редко встретишь человека, который непосредственно получил одно образование и работает именно в этой сфере. Почему я вас спрашиваю? Потому что один раз меня пригласили на одни онлайн-курсы, это был выпуск специалистов, начинающих SEO-специалистов, и они искали работу, нас попросили прийти, проверить их уровень знаний, и один из специалистов сказал, что у меня 5 лет было потерянного времени в Одесском нархозе, я хочу быть SEO-шником. Главное идти вперед к своей цели. Но на самом-то деле я не знаю людей, которые в университете получают какие-то знания, которые потом они используют всю жизнь. То есть университет для меня это все-таки больше общий уровень, да, это какая-то тренировка мозга, а потом непосредственно ты уже выбираешь какое-то основное направление. Поэтому я бы не сказал, что любое время проведено на университете, даже если это не ваша специализация, это потерянное время. Все-таки это больше идет тренинг, потому что вся наша жизнь это обучение. Поэтому напиши мне, пожалуйста, в комментариях твою специализацию и в каком направлении ты работаешь, я думаю, эти данные я смогу скомбинировать для съемок нового видео, непосредственно направленный именно для вас. Ну, а мы переходим к основному вопросу. Любое видео начинается непосредственно именно с поиска тем, по которым вы будете снимать видео или ключевых слов. Тут, конечно, большие сложности, потому что у YouTube нет сервиса, который показывает точную частотность. Практически все черпают эти данные непосредственно именно с Google Ads. То есть эти данные больше в частотность для Google. То есть с YouTube они не имеют какого-либо отношения. К примеру, есть множество сервисов, которые показывают там частотность по YouTube. В основном они смотрят трафик Google. Если так брать в целом, то трафик Google это 67 миллиардов запросов в месяц. Трафик YouTube это где-то 20 миллиардов запросов. То есть они смотрят это соотношение и выкладывают непосредственно вот эту разницу. Это данные, конечно, не точные, потому что если взять какой-то запрос там «милые кошки», то в YouTube трафик будет намного больше. Или какой-нибудь другой запрос там «страхование жизни», то, конечно, это будет больше трафик с поиска. В общем-то говоря, звучит правдеподобно. Но за неимением лучшего это можно использовать в принципе как за основу. HRF недавно выложил дополнительный модуль, который оценивает частотность по YouTube. Но мы сколько проверяли, все-таки эти данные тоже не точные. Поэтому лучше всего просматривать непосредственно именно частотность Google и формируйте мнение, насколько оно будет соотноситься именно с видео. Второй источник – это непосредственно поисковые подсказки YouTube. То есть вы вводите ваше ключевое слово, и YouTube вам сам подсказывает самые популярные запросы. Частотность тут проверить нельзя. Также можно посмотреть это по Google. Ну, это мы также используем и действительно это хорошо работает. Также можно использовать непосредственно какие-то очень популярные видео. То есть если вы нашли интересное видео по вашей тематике, у которой там больше 100 тысяч просмотров, там если детская тематика, там вообще миллионы просмотров или какая-то общая тематика. В принципе, эти данные можно использовать для чего? То есть смотреть непосредственно какое видео, какая у них метаинформация, проверить непосредственно их ключи, потому что для YouTube важны непосредственно именно теги. Чтобы не лезть в код именно непосредственно видео, вы можете использовать приложения такие как TubeBuddy и Vidic. То есть я ссылки оставлю в описании. Вы можете пользоваться этими сервисами, чтобы проверить теги ваших конкурентов. То есть если вы видите какие-то популярные видео, посмотрите их теги, посмотрите метаинформацию и вы можете создать что-то похожее. Вторым вопросом, после того, как вы подобрали интересные топики, у вас есть какие-то ключевые слова, какие-то популярные видео, напишите сценарий к вашему видео. То есть есть два вида сценария. То есть первый сценарий, когда вы полностью от А до Я пишете непосредственно все, что вы скажете в вашем видео. Второе, это импровизация. Когда вы написали непосредственно какой-то контент-план, идете по этому контент-плану и рассказываете своими словами. Расскажите нам своими словами. Я вам скажу, я пробовал то и другое. То есть оба работают. Много успешных YouTube-каналов пишут полную транскрипцию. Другие рассказывают своими словами. Работает там и там. Конечно, когда своими словами, тут надо действительно хорошо знать тему. И уже непосредственно я перешел больше к этому варианту, потому что я начинал непосредственно именно с транскрипции. Ну, многие успешные YouTube-каналы до сих пор делают с транскрипцией. Поэтому смотрите, как лучше для вас. То есть прочувствуйте, можете ли вы рассказывать сами, или вам все-таки лучше транскрипция, потому что нет единого варианта, выбирайте ваш стиль. Дальше не копируйте ваших конкурентов. Ни в коем случае. Ко мне приходят клиенты, говорят, вот посмотрите, я снял кучу видео. Это вот такие же видео, как у этих успешных каналов. У них там миллионы подписчиков, миллионы просмотров, какие-то детские каналы. Мы сняли похожие, но у нас нет результатов. А зачем? Вы знаете, вот самая большая ошибка молодых актеров в том, что они копируют каких-то извешенных актеров. Но их люди уже видели. Вот эти видео успешных каналов люди тоже видели. Им неинтересно. К примеру, наш контент, он отличается от других каналов. Я смотрю другие YouTube каналы для того, чтобы анализировать моих конкурентов. Но это больше все-таки англоязычный контент. Не пытаясь никого копировать. То есть мы создали какой-то свой стиль. Он работает для нас. Все, что я беру от конкурентов, это идеи. Какие-нибудь интересные идеи, которые адаптирую непосредственно под мой стиль. Поэтому, если вы хотите выходить на YouTube, самое важное, не снимайте то, что снимали ваши конкуренты. Снимите что-то новое, более интересное. И это действительно будет работать. Ну, а мы переходим к следующему вопросу. Далее, переходите к оптимизации вашего видео. То есть для этого необходимо прописать мета-информацию, title, description и подобрать теги. YouTube для того, чтобы понимать, о чем ваше видео, и показывать непосредственно в поиске YouTube, он читает эту информацию. То есть архиважно иметь грамотный title, кликабельный, на который люди будут переходить. Важно иметь какое-то интересное описание к вашему видео, потому что это также влияет на кликабельность. Нарисуйте какую-то красивую картинку, потому что если YouTube выберет какую-то картинку из вашего видео, возможно, там не будет такого классного качества. Все-таки картинки, они увеличивают кликабельность, потому что это визуально подхватывает взгляд для того, чтобы принять решение на переход. Поэтому мы пробовали множество разных картинок, разные стили и мультяшные, и анализировали всегда кликабельность, какие давали лучшие результаты. Для мета-информации лучше всего используйте наш калькулятор заголовков. Мы его создали не просто так, потому что он работает как для обычных сайтов, так и для YouTube. То есть важно прописать какой-то интересный заголовок, то есть дать повод человеку перейти непосредственно на ваши видео. То есть там наш калькулятор показывает от 0 до 100 уровень качества вашего заголовка. Ссылка будет в описании. То есть пытайтесь, чтобы хотя бы он был выше 30, а еще лучше выше 50. То есть чем выше непосредственно качество вашего заголовка, тем больше людей перейдут непосредственно на ваши видео, что очень важно для YouTube. То есть YouTube изучает этот параметр, сколько людей просмотрело ваши видео, сколько времени они там провели и непосредственно начинает ранжировать выше и выше ваши видео. То есть на эти моменты обязательно обращайте внимание. Дальше многие допускают ошибку в том, что они прописывают просто огромный список тегов. Если для Google и других поисковых систем теги уже давно не играют роли, то в YouTube как раз они играют еще большую роль, потому что YouTube до конца не понимает контент. Конечно, он читает транскрипцию, на 90% он понимает эту транскрипцию. К примеру, мы вручную прописываем эту транскрипцию, заливаем, чтобы он на 100% ее понимал. Но теги важны. И большая ошибка тех, кто начинает писать много тегов. К примеру, там есть и видео про продвижение сайтов, они начинают писать продвижение сайтов самостоятельно, бесплатно продвижение сайтов в Москве. То есть огромный список тегов, и это не работает, потому что вы таким образом запутаете YouTube. YouTube, когда не понимает, какие непосредственно теги начинает ранжировать, потому что все он их ранжировать не может, это невозможно, чтобы видео соотносилось ко всем тегам, он просто не ранжирует ни один. Поэтому лучше прописать там 5-10 тегов, подсказку по тегам дают те же приложения Vidic и TubeBuddy. Мы используем платные версии, потому что они дают больше возможностей непосредственно для оптимизации тегов, именно для продвижения видео. Все-таки они недорогие, это 10 долларов в месяц, это не такая большая сумма, которую стоит потратить именно непосредственно на эту оптимизацию. Но мы переходим дальше. Длина видео в YouTube играет большую роль. Все-таки если брать какие-то социалки, Facebook и Instagram, там более важно короткие видео, потому что у людей разные намерения. Люди, когда идут в социалки, они непосредственно листают свою ленту, и где-то видят, кто-то выложил какое-то короткое видео, заходят, просматривают. Но у них цель не смотреть какие-то длинные видео, а больше посмотреть, чем занимаются их друзья, какие-то интересные новости. YouTube у них другой алгоритм ранжирования. Все-таки люди приходят сюда непосредственно ради видео, поэтому в YouTube ранжируются лучше именно как раз длинные видео. Брайан Дин провел исследование, множество видео в топ-10, и по его данным лучше всего ранжируется видео с длиной от 8 минут до 14,5 минут. То есть это какие-то более длинные варианты. То есть те, кто снимает видео одинаковые для Facebook, Instagram, YouTube, это не работает. Facebook аудитория одна, Instagram другая, у YouTube это третья аудитория, это все-таки более длинные видео. Стоит ли вам смотреть на эти данные? Это усредненные. То есть вы можете искать какой-то другой вариант. Мы снимали и длинные видео, проверяли непосредственно время удержания пользователей на YouTube-канале, потому что для YouTube это архиважно. То есть чем больше времени люди проводят на YouTube-канале, тем больше они заплатят за рекламу, тем больше заработает непосредственно сам YouTube. Поэтому здесь важно снимать непосредственно длинные видео. Но при съемке длинного видео никогда не лепите кучу ненужной информации. Все-таки если вы хотите снять длинные видео, это должно быть полезный контент, который интересный, который будет смотреть. Вот тогда! И самое важное, куда YouTube обращает внимание, это непосредственно первые 20 секунд. Почему? Потому что если вступление неинтересное, а люди, у них нет времени смотреть все видео, то есть они бросают смотреть именно непосредственно в этот промежуток времени. Первые 20 секунд 50% трафика просто убегает при просмотре видео. Поэтому мы вступлением уделяем основное внимание. То есть мы, во-первых, рассказываем ключевые слова, к которым относится это видео. Во-вторых, мы делаем максимальный видеодизайн именно во вступлении, потому что нам важно заинтересовать, дать повод смотреть наши видео. И непосредственно это дает хорошие результаты. То есть если мы захватили внимание, то уже важно его дальше просто не отпускать. Поэтому уделяйте внимание именно вступлению, а потом непосредственно переходите к основной части. Многие YouTube-каналы, они используют изначально промо-ролик, но промо-ролик лучше использовать непосредственно где-то после вступления. Потому что если человек будет смотреть промо-ролик, возможно, ему станет неинтересно и он уйдет. К примеру, какие-то известные YouTube-каналы, они используют промо-ролик вначале, но это бренды, понимаете? Когда есть бренд, про него знают. И этот промо-ролик, знаете, он как провоцирует, как какой-нибудь сериал люди смотрят, то есть начинается им, естественно, с промо-ролика. И люди знают, что они хотят видеть этот сериал, они знают, что там классный контент, он наоборот как-то провоцирует мозг, вот сейчас получу много полезной информации. Если же у вас нет подписчиков, вы неизвестны какой это бренд, и вы все-таки стремитесь только туда, так же самое, как это делаем мы, все-таки вставляйте промо-ролик где-то после вступления. И это лучше работает. Ура! Заработало! Какую длину контента, я вам скажу, мы пробовали разную длину. У нас там есть видео практически 2 часа, у нас есть видео меньше 10 минут. Мы всегда тестируем, проверяем и смотрим, где лучше работает. То есть если мы можем рассказать много про топик, мы снимаем длинные видео. Если достаточно рассказать какую-то небольшую информацию, то это короткое видео. Поэтому сопоставляйте намерения пользователей и непосредственно с длиной вашего видео. Лучше всего вариант посмотреть у конкурентов, то есть их длину видео. И можете снять что-то подлиннее, поинтереснее, какой-то более наполненной информацией. Сняли видео? После этого переходите к видеодизайну. Многие каналы не уделяют этому достойное внимание, но на самом деле именно классный видеодизайн дает повод смотреть ваши видео. К примеру, в нашей команде есть специалист Александр, который занимается непосредственно видеодизайном нашего видео. Скажем так, я спрашивал мнения других более профессиональных специалистов. Они говорили, что есть недостатки в нашем видео, но если брать в целом, то в нашей индустрии, наверное, у нас лучший видеодизайн по сравнению с нашими конкурентами. И Александр постоянно улучшает свои знания, внедряет какие-то новые новинки. И это действительно дает результаты. Поэтому мы максимально уделяем внимание именно видеодизайну. Следующая огромная ошибка, которую допускают практически все YouTube-каналы, в том, что они не продвигают свои видео. К примеру, мы когда сняли наше видео, у нас уже там 5700 подписчиков, но не все бегут смотреть наше видео. Это абсолютно нормально. Любой известный YouTube-канал, где-то 5-10% их аудитории смотрит видео. Основная масса они просто игнорируют. Да, они подписались на канал, но у них все заняты, не все темы интересные, поэтому не смотрят все. Очень важно продвигать ваши видео, потому что если вы не продвигаете ваши видео, результатов вы не получите. Потому что я уже видел множество каналов, которые приходили к нам, потенциальные клиенты, говорили, вы знаете, мы сняли уже там 50-100 видео, и они не ранжируются, не дают результатов. Я не могу понять, в чем проблема. Ну, представьте, вот, к примеру, какой-то известный фильм, сняли какой-то известный фильм, что делается дальше? То есть вкладывается в промоушен, продвижение этого фильма, рассказывается везде, что сняли такой фильм, демо-ролик, его начинают рекламировать. Даже если вы снимете самые классные видео в мире, но не сообщите о том, что у вас есть это видео, люди его не посмотрят, не увидят, потому что об этом надо сообщить. Когда мы снимаем любое видео, мы сразу начинаем его продвигать. То есть мы его включаем в рассылку. У нас есть email-база, 7000 подписчиков, которые подписались на наш блог. Мы им рассылаем информацию о том, что вышло новое видео. Также у нас есть пуш-уведомления на сайте. Мы также им рассылаем полностью информацию о том, что выходит новое видео. И для YouTube, вот Nail Petal сообщал, самое важное, первые 24 часа. То есть когда люди именно в первые сутки смотрят ваши видео, чем больше людей посмотрело, тем выше YouTube будет его ранжировать. HRF сообщал про данные 48 часов. Ну, где-то в этом категории, 1-2 дня, важно непосредственно, максимально сделать просмотры для этого вашего видео. То есть если вы будете делать рекламу позже, это все-таки не интернет-сайт, потому что интернет-сайт, там этот процесс длится месяцами. В YouTube важно именно первые 24-48 часов. Дальше мы включаем непосредственно это Google Ads, это платная реклама социалок, это Facebook, то есть у нас есть какая-то определенная аудитория, или это платная реклама. Мы включаем, показываем наши видео, то есть мы нагоняем трафик. Google Ads, он не работает первые сутки, поэтому это все-таки больше социалки. К примеру, мы используем Facebook, вы можете использовать какие-то другие, там Instagram, Pinterest, ВКонтакте, именно непосредственно, где ваша аудитория. То есть ваша задача сделать какой-то целевой тематический трафик, который придет смотреть ваше видео. Чем больше вы этого трафика сделаете, чем больше они будут смотреть ваше видео, тем выше ваше видео будет ранжироваться. Ладно, неплохо. Даже после того, как прошло 48 часов, продолжайте продвигать ваше видео. Мы продвигаем постоянно. Мы включаем видео непосредственно в контент нашего сайта, то есть это в блоге, в какие-то статьи. Когда мы пишем гостевые посты, мы также включаем это видео, то есть мы делаем линкбилдинг непосредственно на эти видео, и это видео появляется на множество других площадок, то есть люди приходят, смотрят. К примеру, мы когда написали статью на divaka.ru и вложили два наших видео, мы получили около 100 подписчиков непосредственно с этого ресурса, потому что люди посмотрели, им стало интересно, они подписались на наш канал. Огромная проблема тех, которые надеются, что достаточно просто снять. Это так же само, как в продвижении сайтов. Если вы не продвигаете, вы не сообщаете, никто и не узнает, классно у вас видео или нет. Поэтому важно, делайте продвижение. К примеру, если взять большие каналы, потому что многие начинают копировать их, у которых там миллионы подписчиков, но у них есть уже своя аудитория, и эти миллионы подписчиков, если брать там, допустим, 5-10%, 50-100 тысяч, они заходят, они уже смотрят это видео. Непосредственно, возможно, для них и не надо делать такое активное продвижение, потому что их аудитория сама автоматически продвигает это видео. Если у вас нет этой аудитории, необходимо либо заплатить за платную рекламу, либо делать дополнительную рекламу, в том числе, это email рассылка, это платная реклама, это социалки, это гостевые посты, это какой-то линкбилдинг. Поэтому у нас практически каждое видео смотрит там 5-10 тысяч человек, потому что мы делаем активную рекламу. Множество каналов, я не буду их называть, это крупные компании, которые снимают сотнями видео, а у них там 100, 200, 300 просмотров, и практически нету комментариев. К примеру, вот у нас множество комментариев, потому что мы работаем с нашей аудиторией. То есть, когда кто-то нам задает вопросы, мы обязательно отвечаем, помогаем, уделяем это время, делаем это бесплатно, потому что важно помогать вашей аудитории. Чем больше вы общаетесь с вашей аудиторией, тем больше они будут вас рекомендовать, будут знать, здесь помогут, здесь расскажут, поделятся вашим видео, каким-то полезным контентом, поэтому уделяйте внимание вашей аудитории. Это не просто, не спорю, но возможно. И провоцируйте на комментарии, потому что люди, они не любят писать комментарии, но если их попросить, задать какие-то вопросы, помочь, я думаю, это будет хороший повод непосредственно написать комментарии, поэтому мы уделяем этому огромное внимание, именно работая с нашей аудиторией, мы всегда помогаем, комментируем, подсказываем и работаем непосредственно именно в этом направлении. И если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, на все ваши вопросы мы обязательно дадим ответы, конечно, это поможет продвигать наше видео, при этом мы поможем обязательно вам, подскажем, расскажем, что необходимо, если у вас есть какие-то вопросы, относящиеся непосредственно к продвижению видео или просто SEO тематики, мы обязательно поможем. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления, мы будем дальше снимать множество классных видосов, и напоследок, я бы хотел перейти непосредственно именно к совету дня. В моем детстве практически у всех в каждой семье был один телевизор, как правило, это был электрон в Советском Союзе, и один раз он сломался, так как я жил в Белгороднестровском, у нас ремонт, это был длительный процесс, потому что не было всех запчастей, пока их привезут, пока отремонтируют, то есть этот процесс занял 2 месяца. Я вам скажу, 2 месяца без телевизора это было, наверное, лучшее время, то есть в это время я читал множество книг. Это действительно полезно, интересно. Через 2 месяца телевизор отремонтировали, принесли, и вместо Генриха Сенкевича, тех интересных рассказов, которые я читал про рыцарей средневековья, мы опять начали смотреть развлекательные программы. Слушая один англоязычный интересный курс, я услышал интересное мнение о том, что те, кто выигрывают в этой жизни, они собственники огромных библиотех. Проигравшие они собственники огромных телевизоров. Мой вам совет, бросайте смотреть телевизор. Сегодня я практически не смотрю телевизор. У меня дома нету телевизора в спальне. Да, у меня есть телевизор на кухне, у меня еще супруга смотрит, мы пока боремся, но я думаю, это уже личный процесс каждого, но на самом-то деле лучше всего читать. Мой лучший друг сегодня это Amazon Kindle. Это небольшая электронная книга, которая стоит 100 долларов и я закачал множество книг и за полчаса до сна все, что я делаю, я просто читаю какие-то интересные книги. Это помогает, потому что когда вы непосредственно читаете перед сном полчаса, вы откидываете какие-то все мысли в сторону, классно высыпаетесь, чувствуете себя бодро на утро. К примеру, это делал Барак Обама, когда был президентом, множество вопросов, проблем, он перед сном все выкидывал, читал книжку и ложился спать. Лучший сон, лучший отдых непосредственно, лучшая продуктивность и более здоровая и длительная жизнь. Мой вам совет, читайте больше, выкиньте телевизор, продайте его на какой-то доске объявлений каким-то лузером, проигравшим. Если у вас есть Sony Playstation, можете ее сразу в окно выкидывать и просто забыть про какие-то игры или продать также на доске объявлений непосредственно каким-то другим лузером. Если вы хотите в этой жизни победить, учитесь. Знания это именно ключ к победе, а книги это фундамент. Я вам скажу, я читаю много блокпостов, чтобы быть в курсе событий, получать новые знания, но когда я читаю книги, это фундамент. Все-таки фундамент всего остального, которое помогает непосредственно комбинировать новые знания и давно забытые старые знания, которые практически мало кто использует. Тот же Джо Шугарман, когда я читал его книгу, у меня просто рот открыл и понимал, что действительно как это интересно. Такие вот вроде простые вещи, про которые он говорил еще в 60-е, 70-е годы, но они актуальны, я до сих пор их внедря непосредственно в своих статьях и оно дает результаты. Поэтому мой вам совет читайте больше, смотрите меньше. Смотреть можно только YouTube, там где действительно обучающие видео, такие как у нас. То и это я и делаю. Я смотрю именно непосредственно в YouTube канале обучающие видео, в основном на английском языке, но также иногда и на русском языке. До новых встреч!